Микс Ньюс Сегодня вторник, День Добрых Дел на Радио Болтком, как обычно, традиционно. И действительно, это добрый день. Здравствуйте, все, кто нас слушает. В эфире программа «Зелёная Лампа». Это программа о тех, кому нужна наша помощь, для тех, кто хочет помогать. Веду её сегодня я, Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. И в студии вместе с нами включают «Зелёную Лампу» сегодня две гости. И, знаете, прямо вот День Пасмурный, а солнечно стало, как только они появились. Вы увидите, кто смотрит видео сейчас, вы увидите, как они улыбаются. Это Ирена Дроздова и Владислава Галкина. Очень известные две девушки, хозяйки пиар-линии, агентства пиар-линии. Я по-простому скажу, в переводе на обычный язык, это люди, которые делают нам праздники. Здравствуйте. Здравствуйте. От какого праздника мы вас оторвали? Сегодня, сегодня вот мы здесь, и это праздник. Спасибо большое за приглашение. Мы очень рады помочь сегодня что-то собрать, что нужно, вы озвучиваете. У нас, мы будем говорить обо всём хорошем и о том, как в нашу жизнь приносить радость немножко, да, несмотря на всевозможные сложности, особенно вот сюжеты, не очень простые в нашей программе всегда, но тем не менее. И сегодня наша программа помогает замечательному мальчику, я вот прямо положу руку на сердце, скажу, что он замечательный. Яша Бурляев, ему 17 лет. Это уникальный ребёнок, наверное, да, скажем, он незрячий, он с рождения не видит, он различает только свет, и произошло это по недосмотру, наверное, ну да, по недосмотру врачей, можно сказать так, потому что он родился раньше срока, его положили ребёнка в кислородную камеру и не предупредили маму, что это может повлиять на зрение, и у него произошло отслоение сетчатки глаза. Если бы сразу как-то вот к этому привлекли внимание, то даже простыми каплями или там какими-то процедурами можно было процесс остановить. А так заметили это только в 4 месяца, и диагноз сразу озвучили маме такой, что ничем не поможет, ничто и никто, и ваш ребёнок видеть не будет, он будет слепой. Мама, там мама тоже уникальная, вся семья такая, мама уникальная, она руки не опустила. Знаете, человек, на которого смотришь, и хочется, как сказать, учиться у неё, да, учиться отношению к жизни, потому что там любовь, там сила какая-то есть, материнская любовь, да, и она делает всё, чтобы Яша не чувствовал себя как-то ущемлённой, мальчик учится. Мальчик уникальный в чём? У него феноменальный слух. Вот я сейчас просто скажу буквально два предложения. Он, во-первых, играет, начал играть на органе, не видя нот, ничего, да, то есть на слух. Во-вторых, он собирает механические часы, увлекается механизмами, они у него все. Он их знает по тиканью, как называется, как ему дарят эти часы. Мама написала на Фейсбуке про это его увлечение, хобби, и тут начали все ему дарить. В-третьих, он увлекается паровозами. Он познакомился с депо Таллинским, тоже через социальную сеть, его туда пригласили, и он на звук, его приняли виртуальным членом бригады депо. Он на звук определяет, где поломка, включает механизм. Сейчас к нему обращаются владельцы автомобилей, знакомые, у которых что-то ломается, не могут определить, и он просит тоже включить мотор. И на звук говорят, вот там, там цилиндр такой-то. Вот они для него все звучат как-то по-разному. В общем, а Яше можно рассказывать легенды, но прежде всего он музыкант, конечно. Конечно, он отучился уже 8 лет музыке на фортепиано, и вот сейчас орган начал осваивать потихонечку. Почему мы просим помощи для Яши? Почему эта семья нуждается в помощи? Потому что у него воспаление очень серьезное на одном глазу, и очень серьезное. Нужна операция. От этой операции отказались уже несколько хирургов глазных, а взялись ему делать операцию в Ленинградской области, в детской клинической больнице. Там лучший хирург. И он гарантирует, обещает, что будет все это поправлено. И вторая, вторая часть программы вот этой нашей – это маленькое чудо. Мама нашла в Москве, опять-таки, клинику, где делают специальные очки. Это так называемое звуковое зрение. Вы можете зайти на сайт, на сайт MixNews.lv, в рубрике «Зеленая лампа», и также на Фейсбуке посмотреть, как выглядят эти очки. Это такая конструкция. Ну, в общем, очень инновационная такая разработка. И очень мало еще такого. И когда он надевает эти очки, какие-то сигналы преобразуются, звуковые. И он видит, он начинает видеть. Как-то по-особому, но он различает предметы, он даже сможет читать надписи на автобусах, на домах. Вот это гарантирует. Но очки они приобрели, они копили деньги, друзья им помогали. Но нужно пройти курс обучения, потому что это очень сложно и тяжело. И вот на этот курс обучения. И все это вместе с операцией и с курсом обучения зрительному зрению – 2800 евро. Вот я долго-долго рассказываю, мы потом еще вернемся к этому. Ну, просто хочется Аяше поговорить и помочь ему. И телефон наш, традиционный наш телефон, «Зеленая лампа» 9306384, евро 42 цента за звоночек. Он работает всю неделю до следующего вторника для Аяши. Это не такая огромная сумма, я думаю, что мы все вместе можем и звонок сделать, и помочь. И если кто-то может какую-то более серьезную помощь оказать, то счет, открытый в благотворительном фонде «Би Оупен», он опубликован тоже у нас на сайте. Спасибо всем большое. И сейчас я напомню, что у нас сегодня в гостях Ирена Дроздова и Владислава Галкина, девушки, которые, хозяйки пиар-линии агентства, еще раз повторяю, да, люди, которые делают нам праздники. Вы, даже если кто-то сразу не вспомнил, кто они такие, вот сейчас я вам скажу парочку из их известных дел, и вы сразу вспомните, да, самый-самый, наверное, известный праздник, который ведь стал визитной карточкой нашего города, а может и Латвии, потому что уже и в Юрмалово перебазировались, это, конечно, день рождения Шерлока Холмса. А давайте с этого начнем. Вы не против? Нет, конечно. Как? Вот сразу улыбались. Как вы вообще придумали? Четыре, сколько? Семь лет уже, да? Девять. Девять? Да, сейчас был девятый год. Каждый раз сами от каких-то цифр наших проектов и долгожительства наших проектов нас удивляет не меньше, чем, наверное, вот как сейчас вы удивили. Девятый раз уже рождается Шерлок Холмс в нашем городе, да? И а почему Шерлок Холмс? Откуда вообще? Что вас натолкнуло на это, кроме вот улочки нашей знаменитой? Ну, история девятилетней давности была следующей. То есть был кризис, да, по-моему, в Латвии очередной. Ну, не только в Латвии. То есть наши услуги, в том числе, помимо классического пиара, это ивент, организация корпоративов, ивентов, праздников. И на самом деле мы не думали замахиваться на городской, на общегородской такой праздник. Тем более, действительно, не могли даже представить, что он будет отмечать, наверное, десятилетие юбилеи скоро. Мы придумали тему корпоратива. То есть у нас вообще, наверное, такое креативное агентство, отчасти мы любой проект, любое мероприятие, будь то абсолютно разной сферы, мы любим добавлять какую-то такую игровую, что ли, или, не знаю, веселую, креативную составляющую, которая позволяет, скажем, ну, оставить наиболее, взять все от этого праздника, от этого повода. И придумав тему с Шерлоком Холмсом, мы совершенно как-то, да, все сложилось очень быстро, и в этот же год, в этот же, буквально там через пару месяцев, мы решили попробовать провести этот костюмированный праздник прямо на площади, на Домской площади. И настолько подхватили его наши друзья, по-моему, Америкс был у нас, открывал праздник. То есть у нас появились собака-баск, ревели, там, диджеи, сразу нашлись партнеры, которые варят кашу, беремовну. Помню, помню, да. То есть это все каким-то образом само так срослось и здорово получилось, что, ну, мы поняли, что, наверное, нужно сделать еще раз уже в более масштабном варианте. Ну, и вот, смотрите, как-то вот теперь, на самом деле, да, мы почему так скептически, наверное, реагируем, когда нас ассоциируют только, ну, в первую очередь. Не только, но это самое яркое. Конечно, да, наверное, потому что, ну, представьте, мы еще любим, помимо всего, новизну. Мы, действительно, каждый наш проект стараемся делать неповторимым, поэтому вот уже, что могли, уже, наверное, поэтому в Юрмалу и перекочевал праздник, потому что, ну, уже в рамках заданной темы что-то новое придумывать все сложнее и сложнее, локации же прежние. То есть он у вас зимний был, а теперь уже и летний. Теперь он стал летним, летний сейс. В том числе и летний. То есть зимний тоже будет. Зимний оставил, наверное, да. Будем, конечно, оставить. И поэтому мы так уже каждый раз уже закатываем глаза, когда, ну, вот, Шерлок Холмс. И уже понимаем, да, что, ну, не то чтобы тема исчерпана, она, возможно, не исчерпана. Но, наверное, все равно представьте, как нам уже непросто, когда вокруг одни и те же возможности, тут немножко город. Но люди-то все равно меняются. Люди меняются, команда, да-да-да. Да, ну, Костяк, конечно, с нами один и тот же. И мы вообще, вот, благодаря, конечно, нашей команде, нас вообще окружают, нам везет, наверное, на команду. На каждый раз мы находим единомышленников. Это наш самый основной ресурс и наше богатство. То есть мы, наверное, вдвоем так совсем не идем и не ломаем стены. То есть как-то сразу обнаруживаются партнеры или какие-то единомышленники. И поэтому все это, ну, весело, здорово и, наверное, как бы успешно в какой-то мере, да. То есть мы тут такие не одни в поле войны. А сейчас уже начали готовить зимнюю сессию? Нет, нет. Мы сейчас, видите, переключили внимание на наше новое детище. Нет, мы Холмса не бросим, конечно же, нет. Это огромный ресурс. И на самом деле ответственность огромная, потому что нам пишут из России, из разных стран на нас. Ну, представьте. Из Англии? Да, постоянно. И спрашивают дату. У нас уже давно спрашивали журналисты. Российский, когда дата? И мы в этом году... Зимой его не будет, да, потому что мы сделали летом. И, наверное, следующее... Ну, мы будем как-то чередовать сезоны. Мы посмотрим. Нас не хватает на все. Тем более сейчас вот мы делаем фестиваль Ботаника. Он, наверное, занимает наши мысли. И, в первую очередь, это что касается наших таких личных проектов. Ну, вот, представляете, вот тот же Одесский дворик в этом году по стечению обстоятельств прошел без нас. Так, давайте подождите. Скажем для радиослушателей, объясним, что такое Одесский дворик. Ладно, расскажи. Это влажная идея. Она начиналась с Бабеля и вот предложила как-то однажды. Да, да, да. Это действительно был Бабель. И как-то я вдруг подумала, что Рига очень созвучна Одессе, потому что у нас очень такой город кинематографичный. Здесь есть, наверное, кусочки от разных стилей, от разных городов. Эпох и так далее. Вот. И тоже было предложение, на самом деле, в Фейсбуке. Я вот так вот просто написала, какие-то буквально, давайте сделаем. И тоже опять, как у нас бывает, собралось очень много людей, которые поддержали эту идею, которые вдруг оказалось, оказывается, все только и ждали, чтобы переодеться в Одесситов. Какие там персонажи у вас. Да, и ну самое интересное, что вот этот праздник, если Шерлок Холмс мы действительно делаем, у нас есть оргкомитет, куда вот входит там очень много людей, которые с первого года с нами работают. А вот Одесский дворик, мы практически задаем только тему. Вот в последние годы мы придумываем, что это будет за тема. Локацию мы находим. И локацию, да. А вот все остальное делают гости. А давайте несколько тем вспомним, что было уже. Ну, у нас вот в этом году у нас была психиатрическая лечебница, вот, тоже в Одессе я специально изучила. У нас все, я очень люблю первоисточники поднимать, поэтому действительно был такой санаторий для душевнобольных в Одессе в начале 20 века. И этот доктор, который, я уже даже забыла, какова его фамилия, да, он тоже существовал, такой доктор. Вот у нас, так как локация была, это бывший институт психологии, да, который, я так понимаю, закрылся. И вот от этого пошла тема. Это даже еще логично. Локация вся очень такая, как сказать, она очень… С бэкграундом. Да, с бэкграундом, и плюс очень такая зеленая, то есть очень похожа на такой санаторий для душевнобольных. С скамеечками, с соленьками, да. Мне жаль, что я не была, я даже вот хочу повторить. Да, Ирэна заболела, а я уехала. Это тоже так получилось, что вот срочно я уехала. И вот действительно мы думали, что… Нет, на самом деле мы-то не волновались, конечно, на самом деле. У нас есть тоже пару человек. Конечно, у нас есть люди, которые тоже с нами из года в год, которые, конечно же, уже в курсе всего. Но все равно вот это то мероприятие, где гости вот приходят… Делают все. И делают все, им не требуется, чтобы их развлекали, им объясняли, что вам нужно делать. То есть очень много идей от них, абсолютно. Это и настроение, и яркие костюмы, и фантазия. Какой стол, какой стол. Заданы правила игры, и все должны их просто исполнить, и все. И как только все складывается, то есть… У нас очень креативные люди, на самом деле. И даже когда мы потом знакомимся, что это за люди в реальной жизни, это абсолютно там какие-то менеджеры, да. Откуда у них это все? То есть человеку нужно как-то раскрыться. Артистизм такой, да. Вы не представляете, они готовят образ свой, они могут рассказать. У нас такие фильмы снимаются потом, что это даже иногда лучше, чем какое-то кино про Одессу, которое не настолько достоверно, как получается у нас. То есть люди очень серьезно подходят. То есть это не просто… У нас даже в последнее время даже нету практически одноразовой посуды. Все приходят со стаканами, с какими-то ретро-бокалами. Ничего себе. Все настолько… Это просто удивительно. Во музей надо делать. Да, это удивительно. Это просто… Вот действительно уникальное такое, мне кажется. То есть это не какая-то… Не попсовое такое мероприятие, а оно действительно как такая вот уже историческая реконструкция. Потому что все люди очень глубоко в теме. Вот все. Ну, да. А, кстати, о Бабеле говорили, что его доброта граничит с катастрофой. Он любил очень раздавать свои вещи. Он говорит, сколько там у меня вещей дарил. Ему неинтересно было приобретать новые вещи по воспоминаниям близких, если он не мог это кому-то подарить, передарить. То есть вот такое вот интересное отношение к материальным ценностям такое было. Мы сейчас продолжим. Мы продолжим говорить о вашем фестивале «Ботаника». Там подробненько расскажут, что у вас впереди. Такие события намечаются, да? В декабре. Концерт. Да. Да, да, да. Кроме декабре и там дальше тоже. В следующей части. Я сейчас хочу просто напомнить, что сегодня наша программа помогает 16-летнему мальчику Яше Бурляеву. 17-летнему, простите, Яше Бурляеву. Он не зрячий, но он очень талантливый. И сейчас у него есть возможность начать пользоваться уникальной совершенно разработкой. Это звуковыми очками, с помощью которых он сможет видеть мир через звуки. Я даже не могу это объяснить, как, но у нас есть там ссылки на сайт, можно прочитать, кому интересно, да, вот как это все работает. Это очень сложно. Все-таки наука и медицина вперед несется иногда, да. И вот такие вещи уже придуманы. И он, конечно, очень этого ждет, но плюс ему нужно сделать операцию на глазу, чтобы вот это глазное давление убрать, из-за которого очень он страдает. А сейчас, буквально перед началом программы, мама прислала Яшина, Татьяна, прислала фотографии. Яша вчера играл на органе в церкви Гертруда. Гертруда с восемь, с учительницей, снова она его туда привела, и он там играл. А играл он так, чтобы мне не соврать, я вам сейчас скажу, что не просто. Это хоральная прелюдия «Фа минор», которая звучала в кинофильме «Солярис» под обработкой Артемьева. Вот нормально, да? Прекрасно. А можно вот сейчас обратиться, и вот вы еще раз назовите телефон, и я хочу обратиться ко всем слушателям. Евро 42 – это один звонок. Давайте вот, может быть, каждый, кто сейчас слушает нашу программу, позвоним. Мы сейчас позвоним, пожалуйста. И будет всем счастье. Это же, ну вот, это такой приятный момент. 9-3-0-6-3-8-4. Я звоню. 9-3-0-6-3-8-4. У нас многие знакомые говорят, мы забиваем в телефон этот номер. А у меня есть, да, мне тоже будет. А потом, когда вот дела не идут, просто набираю, 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 и дела идут. Нормально. Такая военная хитрость. 6-3-8-4. А, 6-3-8-4. Да, вот на цифрах у нас поменялась. Это же все не просто так. Это же этим всем закономерностям есть объяснение. Какое? Ну, это, наверное, сложная сейчас философская тема. Ну, я убеждена, ну, и, наверное, много философов в мире, скажем, или научных деятелей, согласно с тем, что вокруг нас ничего не бывает пустым. То есть мы заполняем что-то либо позитивом, либо негативом. Мы запустили что-то, не знаю, ну, грубо говоря, в космос, в энергию, другому человеку передали и получили. То есть все вокруг нас вращается, то, что мы поставим. Взаимосвязано. Все очень взаимосвязано. Ну, каждый человек в своей жизни находил этому подтверждение. Абсолютно так. И вот вы представьте, как нужно, ну, надо себя так форматировать, так экологично перестраивать, чтобы действительно оставлять в своем окружении, в своем мозгу, не знаю, в помыслах только какие-то такие положительные рвения. И все. И тем самым будет тебе счастье. Я знаю, что очень много людей, наверное, не стремятся к счастью, к радости. Они, наверное, готовы мириться с тем, что жизнь сложна. Вот они себе так вот... Ну, не знаю. Ну, есть, есть, наверное, такие люди. Просто я не могу найти объяснение, скажем, тогда другое, кроме вот такого мазохистического отношения как бы к себе, к окружающим, когда вот не хочется. Мы осуждаем. Мы не осуждаем, да. Поэтому для них, наверное, пусть будет так. Вот, Ирина, очень интересно. Слова ваши, да, очень созвучны тому, что нам сказала Татьяна, мама Яша. Она сказала, что эта ситуация с болезнью, она трагична, конечно, была, да, то есть в тот момент особенно. Но она заставила всю семью встряхнуться, и мы стали жить совсем по-другому, сказала она. Просто нашу судьбу поменяла. И у нас нет теперь там нытья, что, ну, вот я этого не могу, это плохо. Что ему нужно для этого сделать? Вот именно. Как можно это изменить? Мы каждую минуту делаем выбор. И вот человек в этих обстоятельствах, если человек сам не доходит, то обстоятельства его как-то приводят, да, то есть, ну, вот так. И она действительно так и живет. Это очень интересный человек она просто. Да, сейчас у нас будет небольшой перерыв. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаю, что в гостях у нас Ирена Дроздова, Владислава Галкина, хозяйки агентства «Пиар-линия» и организаторы всевозможных праздников. И будем мы говорить сейчас о радости. Но я сначала хочу озвучить итоги прошлой программы, они нас радуют в этот раз. На прошлой неделе мы помогали Илье Баранову, Илюше Баранову, 12-летнему рижскому школьнику, которого 15 диагнозов самых разных, и половина из них связана с болями, с возможными воспалениями суставов и так далее. И единого такого, один и причины всех этих заболеваний найти никто не может. Ему нужна была диагностика, и израильский центр, очень большой и серьезный, согласился его взять, изучив документы, нужно было собрать 5500 евро. Знаете, я очень сейчас радостный момент, мы так любим всем спасибо говорить. Благодарю всех, мы благодарим всех, кто делал звонки, всех, кто перечислял деньги, всех, кто просто даже посылал какие-то мысли хорошие в адрес Илюше. Он чудесный, позитивный мальчик, все время улыбается, несмотря на эти боли свои. Вот Илья поедет в Израиль и получит всю необходимую диагностику, и ему назначат лечение. И мы верим, что все у него наладится. Спасибо всем огромное. Было сделано за неделю, был 1241 звонок, был сделан на сумму 1550 евро и 5200 евро на счету Ильи, который открыт в фонде БиОупен. Еще раз огромное всем спасибо от мамы Ильи, огромное спасибо Елене Приваловой нашей организке. Спасибо, которая пригласила его на концерт на свой, он тоже счастлив был послушать. Тоже мечта, это Барганя. У нас вообще какая-то неделя хороших дел была, потому что вот 40-я школа, ученики 6-го Б-класса собрали денежку во время акций, перечислили тоже Илюше 347 евро. Это вместо цветов, да, они вот решили помочь. Я ходила к ним на классный час, посмотрела. Спасибо сказать, замечательные ребята Дана Бьорк, директор театра нашего Рижского русского театра драмы имени Михаила Чехова. Она пригласила на свой спектакль девочку Валерию из предыдущей программы, сюжет у нас был, тоже с ДЦП, с тяжелым. И Валерия с мамой и с папой сходили в театр. Там столько счастья было, просто вообще. И вот такие вот мелочи, они делают нашу жизнь, ну, как-то и ярче, и добрее, и теплее, что, наверное, самое главное. И если у вас есть какие-то идеи порадовать вот этих детей чем-то, вот чем вы можете, допустим, да, пишите нам, у нас e-mail zala.lampa.gmail.com, или просто вот на Фейсбуке можно написать в мессенджере, или на сайте можно написать. И мы с радостью вас поблагодарим за это все. И особенно будут рады, конечно, герои нашей программы. А сегодня мы помогаем Яше Бурляеву, 16-летнему Яше Бурляеву, которому нужна операция в клинике Ленинградской области. Это под Санкт-Петербургом, чтобы спасти глаз. И курс обучения на звуковых очках, уникальных каких-то, да, которые позволят ему видеть. Всего нужно собрать 2 800, 2800 евро. Телефон 9300-6384 работает всю неделю до вторника для Яши. И стоимость звонка евро 42 цента, это меньше чашечки кофе, да, в принципе, ну, как чашечка кофе, да. Даже не надо, наверное, сравнивать, никто себе не откажет в чашке кофе, а позвонить все равно все могут. И все звонки, соединившись вместе, они приносят очень большие суммы, которые помогают конкретному человеку. Ну, а то сейчас мы продолжаем разговор с Иреной и с Владиславой. И, ну, давайте. Да, я, знаете, что вначале хотела сказать, когда вы вошли сюда, я вспомнила про Мэри Поппинс почему-то. Когда ее спросили, как вас сюда занесло, она сказала, что я летела с попутным ветром. Да, и вторая фраза из Алисы в «Стране чудес», которую все любят, да, чтобы только оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. А чтобы двигаться, надо бежать еще в два раза быстрее. Вот это к вам очень относится, мне кажется, эта фраза, потому что вы бегаете очень быстро, и плюс еще у вас есть велосипеды. Да? У меня нет. Да, у меня есть. Вот Ирена очень часто фотографии вижу на велосипеде, даже какие-то забеги были, велосипеды. Нет, у меня есть велосипед, на даче. Мы участвовали, да, в виду, в заездах, опять же, да, да, нет. Ну, мы, да, мы, наверное, за любой кипиш. В этом отношении, вот вы сейчас так перечислили героинь литературных, вот, наверное, у нас же какая-то такая карма, да, мы ассоциируемся с чем-то таким. Ну, на самом деле, вот вы сейчас сказали, что надо бежать, ну, да, Алиса, мы, на самом деле, очень многие вещи, наоборот, когда какое-то есть затишье, например. Замедлять. Да, и ты как-то останавливаешься, вот, у нас же основное очень много работы коммерческой, когда вот ты, у тебя вдруг появляется такое вот, наоборот, затишье от этой беготни, как раз-таки рождаются самые интересные идеи, потому что, ну, либо идеи уже были, может быть, но есть время их обдумать, никуда не спеша, как раз-таки. Вот я к чему это, эти цитаты-то привела, я хотела спросить, с какими героинями, литературными, историческими вы себя ассоциируете, да, и перейти к вашему проекту, уже новому. Я могу сказать, только с кем меня Ирэна ассоциирует. Да, вот давайте так, перекрёстно. Ирэна ассоциируется с героинями Франсуазы Саган, почему-то, когда читали, я не скажу, что я фанат Франсуазы Саган, но когда вот она мне попадается, почему-то она у меня очень ассоциируется с такими вот героинями. С Амелии, может быть, тоже, да? Ну, вот с Амелии в меньшей степени, на самом деле, да. Может быть, внешне просто Ирэна похожа, и на чему он говорят. Ирэна улыбается и удивляется. Нет, это вообще-то не забавно. Да, и, может быть, ещё, вот я сейчас прочитала тоже Хумингоя 25-й раз, там, я вообще-то уже фанат этого писателя. И там тоже есть, вот я прочитала... А что именно? Я сейчас прочитала и восходит Фиеста, и восходит солнце. Не знаю, сколько раз я читала это, видите, там тоже есть героиня Брэд, вот Ирэна тоже на неё очень похожа. Вот почитаешь, узнаешь, может быть, ты забыла. Вот у нас, кстати, один из вопросов нашей программы, книжку какую-то посоветовать, хорошую, которую вы любите. Вот у нас уже Хумингоя прозвучала. Ой, ну Хумингоя, я не знаю, как можно жить без него, поэтому для меня... Нет, у меня есть такие писатели, без которых я не представляю свою жизнь. Хумингоя в том числе. Обязательно. Ирэна. Ой, я сейчас так задумалась, какой героиня, я, наверное, не скажу. Я... Сложный вопрос, но я могу что-то сказать. Скажу, наверное, что Влада, она очень мудрый такой персонаж. Седавлас и старец. Нет, не Седавлас и старец, а такая мудрая. В Маугли был мудрый персонаж? Была, по-моему... Багира там была. Багира. Кстати, стоп. Влада, девичья фамилия Багирова. Серьёзно? Да, она была Влада, Багира, вот, собственно, к вопросу, как мы... Ну, она такая ловкая была, всегда она такая вся... Что такое вот мудрое, как раз вот не пробежать и что-то такое там, как лягушка лапками взбить сметану. Нет, наоборот, так, стоп, а сейчас мы будем думать, что с этим делать. Вот это про Владу. Это я, скорее, больше такая царапыга. Влада меня очень... То есть вы дополняете друг друга. Да, она меня очень уроновешивает в этих своих эмоциональных портах. Я сейчас секрет приоткрою. Я хотела спросить у девушек секрет, рассказать, как они познакомились, и услышать какую-то историю потрясающую. И услышала ещё более интересный вариант, неожиданный. Расскажите, пожалуйста, как и когда вы познакомились. Собственно, в восьмом классе. В школе мы познакомились, в лицее. Где Ирэна училась, я так понимаю, с первого класса. Да, да, с девятой школы. Он превратился в лицей в один день, в один момент. И к нам приехали. Меня перевели как гуманитария, увлекающего гуманитарными науками. Меня перевели в этот экспериментальный гуманитарный класс, ты там поступала. И вот там я встретила... Там вы покочевали по разным классам, мы не задержались там. Мы всё время там делали революцию. Против школьной формы у нас, я помню, была первая наша с тобой акция, перформанс, наверное. Это был такой предтеча Шерлока Холмса. Да, да, да. Мы, самое главное, было так интересно, что мы смогли там поднять достаточно много людей, которые пришли без школьной формы, потому что мы считали... Старшеклассники. Старшеклассники нас поддержали, многие из которых сейчас очень известные люди. И у нас была такая вот забастовка. Я помню, я была в джинсовом мини-сарафане, я пришла. Ну, кстати, нас даже не ругала. А сейчас я бы наоборот. Смотри, мне кажется, форма всё-таки в школе – это не худшая. Это такой момент дисциплинирования. И у нас же было совсем другое время. Вообще, другое было, был слом уже. Такие перестроечные такие девушки. Да, и мы были в авангарде. Нужно было что-то сделать. Мы были в авангарде того, что... Ну, вот смотрите, это вообще-то уникальная история, что вот столько лет вы дружите, не просто дружите, вы единомышленники, да, фактически, получается, да? Ну, по многому, конечно. Это уникальная история. И давайте вспомним, когда вы своё агентство создали. Сколько лет? В 2002 году. Сколько лет уже? В 17 лет, да? Ещё 3 года, и будет 20-летний юбилей. Да. Сколько проектов? Ну, наверное, вы не посчитаете. Ну, прикиньте, сколько проектов за эти годы у вас прошло через вас. Не посчитаем, нет. У нас эта проблема, мы когда хотим обновить иногда наш сайт. Это раз в году случается. Мы так, кстати, не обновили. Мы составляем списки о прошедших наших каких-то проектах. Их очень много, и мы ничего не делаем. Ну, буквально несколько каких-то там размещаем, и всё. И на этом, ну да, вот как-то мы так… Напоминаю, что наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю до следующего вторника для Яши Бурляева. 16-летнего Яши Бурляева, которому нужна операция на глазу, и нужно обучение, нужно оплатить курс обучения на специальных очках, чтобы он мог видеть звуковым зрением. Подробности все есть на сайте. Очень большая статья с фотографиями. Пожалуйста, посмотрите на этого мальчика. Вот. А сейчас я вас хочу спросить, Ирена Владислава, про ботанику. Что это за проект такой ботаника? Потому что, ну, не все знают. Давайте сейчас прямо расскажем, почему такое название, что там уже было, и что там было. Такой долгосрочный, да? Да, долгосрочный. Мы надеемся очень на это. Он уже долгосрочный. Ну, да. Получился. Четвертый концерт в рамках этого фестиваля пройдет этой зимой, 5 декабря. История изначально такова, что мы вообще люди относительно далекие от музыки и никогда вообще даже не задумывались на эту тему. Но так получилось, что все дорожки привели к тому, что за наш опыт, за наши встречи, какие-то рабочие, дружеские, мы знакомились с очень многими талантливыми артистами. Причем тут тоже огромное везение, что мы с Владой вдвоем имеем в этом отношении какой-то, ну, похожий вкус. Потому что одно дело, скажем, в работе как-то сойтись или там одинаково смотреть на вещи какие-то другие, ну, музыка. И тут еще и музыка. Поэтому, когда стал вопрос о том, что, как бы, ниша свободна, наших артистов мы и так привозим, то есть это там, это коллектив известный московский «Виа Татьяна». Да, 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 помним, помним. То есть мы привозили их несколько раз. Нежно влюбленные в Женю Любич, она тоже отдельная девушка, отдельная артистка, которая, ну, скажем, ну, вот, и это все немножко не для всех. Это не мейнстрим, это талантливые музыканты, которые никогда, наверное, и не стремятся быть понятыми всем и каждому. Но это отдельная история музыкальная, где 100% это люди не однодневки. Это талантливые музыканты, артисты, которые сами пишут стихи, сами пишут музыку. Да, да, это не только музыканты, они даже во многом поэты, то, что вот нам очень нравится, потому что, вот, действительно, то, если мы возьмем вот Алоэ Вера, да, Веру возьмем, и Женя, у них действительно стихи настоящие, вот, ты можешь его и без музыки их читать и получать какое-то эстетическое удовольствие и находить какие-то созвучные мысли, там, чувства и так далее. Ну, ты, кстати, я рано вот я тебя перебью, ты немножко не права, но, может, ты забыла, на самом деле, что ты сказала, что мы далеки от музыки. У нас в свое время выходили диски, помнишь, от нашей компании? Мы делали диски с... Ну, это когда еще диски вот были. Десять лет назад. Да, наверное, мы дарили партнерам нашу, ну, как бы, наш плейлист, как сейчас говорят. То, что мы слушали, да, и туда очень много вошло. Что там, номер ван? И туда вошло то, что потом часть мы привезли как артистов, как ни странно. Музыка с хорошего вкуса, да? Да, и вот мы дарили вот эту музыку, то есть мы как-то увлекались этим, записывались. Зачем этот диск можно слушать сейчас? У вас не осталось этих дисков? У меня есть, по-моему. Смотрите, Яша, он же собирает. А мы вообще очень рады всех вас. Вообще у меня сейчас такие идеи. Виниловых пластиков. Я сейчас так подумала, у нас столько проектов с концертами, у нас очень много партнеров, наших любимых клиентов, организаторов всевозможных мероприятий, театров. Вот это вообще настолько... Замечательно. Я сегодня же составлю обращение, потому что это вообще такая мелочь, выделить несколько мест в театре, на констролях. Да, на самом деле. Да, они же и с радостью делают. Это же просто дружно. Ну, например, на все наши концерты, которые были, у нас везде бесплатно инвалиды. Потому что на билличесервис ты можешь отметить, можно ли там и бесплатно. И у нас всегда бесплатно. Я думаю, много организаторов делают такую возможность. Смотрят, на самом деле, может быть, не заходят. И надо пригласить. Конечно, но мы будем рады видеть абсолютно. Спасибо вам огромное. Это замечательная идея. И плюс, действительно, от наших клиентов. У нас тоже очень много есть организаторов различных мероприятий, которых мы помогаем пиаром. Плюс многие фонды и организаторы, они так и делают. Просто будет лучше свестись. Ну, да, может быть, конкретно, да. У нас тоже, да, немножко есть опыт. Есть, есть, конечно. Да, да, конечно. Да, да, конечно. Периодические билеты кто-то дарит, достает и предлагает. Да, люди в этом отношении как бы... Ну, вот конкретно про Яшу, о котором мы сегодня говорим. У него дома коллекция. У него же слух этот феноменальный. Он вообще слышит все не так, как мы. Как-то вот более сильно и серьезно. У нас на диске Анна Герман, скорее всего, есть. Конечно, есть. А мне нравится песня. Да, вы рассказали про Герман. У него, да, виниловые пластинки коллекция. Он говорит, сказал нам, что современные записи, они все булькают. Ему не нравится. У меня тоже очень много виниловых пластинок. Я тоже люблю. А вот Анна Герман на виниловой пластинке хорошего качества не слушает. Он ее включил, там из фотографии есть. Мы тоже послушали. Он говорит, у нее серебряный голос. Ну, так и есть. У нее действительно уникальный голос. Ну, представляете, вот летит самолет, он различает модель самолета. У него коллекция этих часов механических. Он каждую модель часов различает по тиканью. Действительно. Я вообще не понимаю, что это. Это что-то такое, гениальность какая-то. Гениальность, да. И мы вот верим, что у него и с органом сложится, и будет какое-то будущее. Я думаю, обязательно. А с этими очками, вот если он вчера играл в церкви Гертруда, сама мы говорим. Вы представляете, когда он начнет этими очками пользоваться, он же там вообще как-то все это сыграет. Конечно, конечно. Давайте позвоним еще раз. Вот если я обращаюсь. Да, давайте. Действительно. Давайте на эти очки. Ну, вернее, не на очки, а на курс обучения. Это маленькое. Мы соберем, конечно. Конечно. 9-3-0-6-3-8-4. Огромное всем спасибо. Потому что, ну, это такое маленькое дело, которое все равно большую радость приносит, в итоге большую радость. Это очень добровольное дело, да, то есть мы никого не можем заставить. Вот бери и звони. А вот если ты захотел, позвони и попробуй, как это приятно. Вот в том-то и дело. Вы всегда, вот, мне как раз повторили, что радостны будут те, кто получит эту помощь, и вы. Но ведь радость в первую очередь получит дарящий. Дарящий. Ну, помогающий. Помогающий. То есть это тот момент, который нужно только попробовать. Оно дает такой, какой-то подъем. Во-первых, ты себя ощущаешь, ты сильнее. Каким-то волшебником, да, ты можешь помочь. Ну, это такие моменты, которые, наверное, согласятся все, кто когда-нибудь занимался благотворительностью, они, ну, это уже стало необходимостью, как бы внутренней, то есть себя, какую-то часть себя, если есть возможность, а есть возможность, ну, в принципе, почти у каждого, да, помогать кому-то рядом. Это даже не... Это просто эгоистично звучит, но вы радость доставите в первую очередь себе. Это нормально совершенно звучит. Ну, вот я знаю, что вы помогали и центру «Сирота ЛВ», да, и... Мотосвита. Мы всегда откликаемся, да, информационно мы. Мотосвита и гаражные вот эти вот распродажи, вы вспомнили, да, которые вы начинали когда-то? Да, да, гараж сейл, когда делали. Несколько центров. Много-много есть возможностей, самых иногда неожиданных даже. Абсолютно правильно. Так, давайте про ботанику продолжим. Что за концерт 5 декабря? Вот все-таки подробнее чуть-чуть. Ну, 5 декабря у нас приезжает группа... Акуджав. Группа Акуджав. Ясно, я подумала, вдруг мне что-то не дало. Группа Акуджав. Это молодая московская инди-поп-группа, которая сейчас очень популярна. Это... Прежде всего, это стихи, потому что главный лидер группы, который и поет, он пишет прекрасные стихи. У него вышел даже сейчас сборник, ну, может быть, не сейчас, знаете, какое-то время назад. Вот. И плюс у них очень интересное звучание, у них академический пианист, один еще, ну, их трое всего. И еще один парень, который делает аранжировки, играет там на гитаре, и в общем... В общем, они такие соединения интеллектуальных текстов, какого-то современного звучания. То есть, наверное, эта группа такая больше молодежная, но она интересна будет всем, потому что они... Ну, вот у них новаторский подход. Куда приходить? Приходить на Вилла фон Стрицка. Это на Бриана 9. А, понятно. В этом красивом-красивом. Да, это такое мистическое место, и группа тоже такая очень, ну, скажем... Нестандартная. Да, и с таким интересным бэкграундом, и там это все должно соединиться, как мы любим, в такое вот единое, целое... Перформанс. Да, это не просто концерт, а некая такая вот встреча, едомышленников, вот у нас очень много уже... А билеты где? Билеты в билишу-сервисе. Билишу-сервисе. Да, то есть очень просто. А Куджав, вот запомните. А Куджав, да. Но пишется... Да, пишется латиницей, да. Латинскими, латиницей, да, смотрите внимательно. О Куджав. Я еще хочу добавить, что, может быть, да, это новое для большинства, как бы, режим... Вообще, они впервые будут в Европе выступать концертом. Да, с концертом, да. Первопроход во многом, и, наверное, эта дорожка такая не совсем легкая, но мы рады, что мы открываем... Тут такой момент, что мы с радостью рекламируем эти коллективы и приглашаем их, потому что при первом, скажем, прослушивании будет показаться, ой, ну, сложное что-то там, не нам. Нет, просто приходите на концерт, гарантированно вы получите, вы приобретете что-то для себя, потому что я была в Москве, услышав их. До этого у меня тоже скепсис, я говорю, как, ну вот сложно, как в Риге, у нас же так мало людей, мы же вот вечно сложно ищем. Нет, я пришла на концерт и получила просто восторг. Мы напишем подробнее на нашем сайте и в социальных сетях, следите за информацией, встретимся на концерте. Наша программа подошла к концу, спасибо вам огромное. Спасибо вам большое, мы и не успели сказать, какой вы делаете работа. Все, кто нас слушает, они делают эту работу. Благодарить и переблагодарить. Да, и всего всем хорошего, 930-6384, это телефончик, напоминаю, хорошего дня, недели, месяца, года, века, жизни. Не забываем звонить каждый день по одному звоночку, это просто необходимо. Обязательно. До свидания. До свидания. До свидания.